Он позвонил матери, в истерике кричал, говорил, что не сдастся в плен. После непродолжительного разговора связь оборвалась, и больше его никто не видел. В армию Святослав попал в апреле, во время второй волны мобилизации. Распределили в 22-й батальон. От нас скрыл. Мы полтора месяца не знали, где он есть. Он у меня много работы, позванивал. А потом я узнаю от его товарищей, что он, оказывается, подсватывал. Связь с родственниками парень держал по телефону, когда это было возможно. Один такой телефонный звонок раздался в квартире Ольги 31 июля около 9 часов вечера. Вячеслав Шиховцов пропал без вести 31 июля. Был он в неадекватном состоянии, но не пьяный. Это что-то похожее на нервный срыв. Сдернутый разговор, что я иду, я иду через болото. Он с кем-то переговаривался, что это были за голоса, я не знаю, там кто-то был. Однозначно это было на улице. И вот мы разговаривали, я говорю, куда ты идешь, что случилось? Ты выпил? Нет. А что случилось? Почему ты куда-то идешь? Там задание или что? Нет, я вот, вот я просто иду и все, я мокрый, я мокрый, и там граната в руке, и там еще что-то, какая-то ересь. И вот на этом разговоре прерывается связь. Подробный разговор по телефону между ней и ее сыном Ольга изложила на бумаге. В эфир я ее не озвучу, а вам дам почитать. Я по пояс в болоте, весь мокрый, в руке граната. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Я в плен, живым не сдамся. После этих слов разговор оборвался. Больше на связь Вячеслав не вышел. Мама и жена Вячеслава сразу же стали обращаться в различные инстанции, военкоматы, прокуратуру, СБУ, но никто нигде ничего ответить не смог. Вот это вот все. Вопросы, ответы. Сослуживцы уверяют, что произошло с Вячеславом не знают. Командиры взвода, где служил парень, с небольшой охотой рассказывают. Вроде как отошел где-то и после этого не стал. Был на блокпосту, да, я так понимаю? Да, был на блокпосту. Остался один пропавший без власти. Будем надеяться, что он тоже где-то найдется в плену и вернется домой живой и здоровой. Однако в одном из рапортов значится, Шаховцов Вячеслав дезертир. Мол, самовольно покинул части, отчего и считается изменщиком. В такую версию мама солдата не верит. И на это у женщины есть веские причины. Накануне службы Вячеславу сделали операцию. Удалили суставную сумку на левой руке. И с наклейкой вот здесь вот на локте, на левом локте, значит он уехал в военкомат. С собой в армию парень взял необходимые лекарства, которые по какой-то причине оставил на базе, когда якобы ушел с блокпоста. Вот лекарство, вот это бетадин, которое нужно шприцом вводить прямо в рану. Вот этот человек бежит, он даже трусы с собой не берет, он не берет с собой ничего. И все вот это оставлено в части. Банковская карточка я отдала невестке, потому что они устро нуждаются в деньгах. В поисках Вячеслава и его мама, и бабушка буквально сбились с ног. В каждой инстанции их заверяют, что с этой проблемой не к ним. Вот последнее обращение, которое я адресовала в службу ВСП Харьковскую. Они мне не відповидают, что розшуком займаются управлением на эти органы. А саме Харьковский зональный видділ ВСПП, понимаете? Я ж до них звертаюсь. Ось я удержала. Что вы мне написали? Попутняк ЛМ. Харьковским зональным видделем ВСПП, было рассмотрено ваше звернение. Информация, которая выкладана в вашем звернении, не относится до компетенции ВСПП. Для отримания зазначенной информации, пропонуем вам вернуться до командования військовой частины, в которой проходил службу солдат Шиховцов. Круг поиска замкнулся. Куда обращаться далее, родственники пропавшего без вести просто не представляют. Все, что золочилось. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057.ua